И мечта твоя какая? Ты же говоришь. Мечта стать чемпионом мира. Встреча Кайрата Нукинова с молодежью прошла в Доме дружбы. В доброй дружеской обстановке глава города побеседовал с парнями и девушками, которым небезразлична судьба нашего региона. Аким напомнил, какие изменения произошли в Казахстане и конкретно в Экибастузе за годы независимости. За 25 лет в стране произошли значимые события, преобразования. Они коснулись нашего города. Вы это все прекрасно видите. Это строительство и детских садов, строительство школ, больших объектов, переработки. У нас за это время сложилось устойчивое управление взяли на железнодорожный кластер. Построена прекрасная музыкальная школа по наставлению президента. Ну и в принципе 25 лет нашей страны, это наверное наша страна с вами провестница практически так. Средний возраст взяли, молодежь 25 лет. Вы как раз наверное сверстники нашей страны. Казахстан состоялся как государство и уверенно развивается. Это несомненный, неоспоримый факт. Вы это все видите. В нашей стране всегда царит только мир, согласие. Кайрат Тимиршотович призывал молодежь быть ответственными, несмотря на юный возраст, беречь то, за что боролись наши деды, делать свой вклад в развитие страны и быть активными. Для этого, по словам градоначальника, в Экибастузе ведет свою работу Центр развития молодежных инициатив. Молодежное крыло Жасутан и создаются все условия. Аким приветствует и поддерживает любые хорошие начинания и инициативы. В ходе встречи Кайрат Тимиршотович предоставлял слово отличившимся своими достижениями молодым людям, чтобы те поделились успехами. В том числе выступили представители молодежных объединений предприятий города. Также проводим работу с экиранами. С экиранами к 9 мая мы обязательно приходим, поздравляем. Не только 9 мая. Начался у нас сезон, получается, зимой. Угля завезли наши молодежи, завезли угля, помогли где-то поднимать забор. Потом наша молодежь, непосредственно, у нас есть партийный проект по тарифам, как бы снизить коммунальные услуги. Они меняют, допустим, лампочки простые, энергосберегающие, чтобы уменьшить затрат пенсионеров в целом. Также, конечно, у нас большая работа ведется с детским приютом. Под свой шерст мы его взяли. На Новый год у нас ежегодная акция. Дети пишут письмо Деду Морозу. И мы стараемся исполнить их желание. Каждый из них написал открытку. На данный момент у нас акция запустилась. Мы исполняем полностью их желание. Что они хотят. Далее приходим, наверное, это будет сказано, что маленькую частичку вносим в жизнь, чтобы, по крайней мере, что-то в жизни, наверное, было радостное. Кайрат Тимиршотович рассказал, что, несмотря на плотный график, он находит время, чтобы просматривать прессу и знакомиться с новостями в социальных сетях, где в том числе и лично от жителей узнает о том, что их беспокоит и интересует больше всего. Один из участников встречи рассказал, что он создал приложение для поиска и предложения работы по типу приложения InDriver. Мобильное приложение, которое будет искать работников. В первую очередь я обратил внимание на проблемы на рынке, которые касаются многих людей безработных. То есть это коснулось и нас. Мы занимались услугами, фото-видеосъемкой, рекламное агентство открывали и понимали то, что какие-то обороты сбавляются посредством времени, посредством того, что происходят изменения на рынке. И в первую очередь в связи с кризисом многие специалисты ищут подработку, а заказчику может сделать подешевле. Заказчику очень тяжело найти подходящего человека, и ему нужен какой-то выбор. Допустим, я программист, или я какой-нибудь дизайнер, или я просто работаю на дому, мне нужен заказ. Я могу указать в фильтре, что я дизайнер и фотограф, и при этом ко мне будут приходить целевые направления, целевые объявления. То есть, если, допустим, какому-то предприятию понадобилась определенная услуга, допустим, сделать или переустановить Windows, да, и пригласить программиста разово на определенное время, то они могут не нанимать работника, да, допустим, а просто пригласить его на час, на два, чтобы он взял и исправил какую-то определенную проблему. Ануар добавил, что приложение может приносить достаточно большую прибыль, даже при условии, что им воспользуется всего 1% казахстанцев. В то же время проект, по мнению автора, поможет снизить уровень безработицы в стране. Но прежде чем его запустить, необходимо его протестировать и раскрутить с помощью рекламы.